Продолжение следует... В 1928-м на экраны страны вышла кинокомедия «Волга-Волга» с Любовью Орловой в главной роли. Фильм снимался в окрестностях Сталинграда, и горожане сразу же полюбили его. Как любили свой провинциальный город. За неспешную жизнь, которую постепенно менял новый тракторный завод. За огромные сады и уютные южные домики. И, конечно же, за Волгу. Тогда, до войны, Волга была просто судоходной красавицей-рекой, которая давала горожанам воду, рыбу, радость. Теперь река стала главной артерией страны, невероятно желанной для врага. Павлуша, скоро ли настанет тот день, когда мы крепко обнимем друг друга? Но день этот близок, хотя победа сама не приходит. И обойдется она, конечно, с большими потерями. Но гитлеровской сволочи все равно не пить из Волги воды и не быть на донских просторах полных красоты и раздолья. Из письма Леонида Мамченко, город Сталинград, 21 августа 1942 года. Если говорить о начальной фазе летней кампании 1942 года, то она была похожа на падение шашечек домино. То есть одно тянуло за собой другое. Неудача под Харьковом, затем неудача под Воронежем, когда немцам удалось прорваться в глубину и дальше идти вдоль дона, фактически угрожая окружением юго-западным и южным фронтам. И эти два фронта были вынуждены, как забросая все, отступать на восток и частично на юг. Южный фронт на Кавказ отходил. И вот эти вот события, вот этот быстрый отход, окружение под Миллерова привели к потере значительной части артиллерии, что, собственно, и привело к неудачам в начальной фазе Талинградской битвы. Если Бог есть, там, на другой стороне, это тоже повторяют многие, и, наверное, миллионы в Англии и Франции, я не верю больше в доброту Бога, иначе он никогда не допустил бы такой страшной несправедливости. Я больше не верю в это, ибо Бог прояснил бы голову людей, которые начали эту войну, а сами на трех языках твердили о мире. Письмо немецкого солдата. Сталинград. 23 августа 1942 года черные тени покрыли степь, по которой к Волге продвигались немецкие войска. Это тучи юнкерсов и хенкелей летели к Сталинграду. Четвертая воздушная армия перебрасывалась на Сталинградский фронт, чтобы раздавить русских. Я с воздуха видел так и дымы над Сталинградом, вообще трудно было разобрать, что там происходит. Но и Волгу было видно, и Дон. Вот на земле страшные выстрелы, взрывы. В общем, и самолетов в небе очень много. Тяжелые были эти бои. Воздух наполнился воем сирен. Так летчики приветствовали продвигающиеся к Волге войска. Немецкие танкисты радостно махали руками вслед самолетом. А вдалеке уже виднелись клубы черного дыма, поднимавшегося над городом, носящим имя Сталина. Война и город – вещи несовместные. Проспекты, улицы, переулки задают маршруты движения жителей, которые могут никак не совпадать с направлением наступления войск. Особенности мирного здания становятся характеристиками военного объекта. Красивая площадь с памятником и цветочными клумбами превращается в поле боя. Город со своими знаменитыми садами и белыми высотными зданиями. Город, которым так гордились жители 23 августа, превратился в пылающий ад. Громкоговорители, установленные на фонарных столбах, неустанно повторяли «Граждане, воздушная тревога!» «Граждане, воздушная тревога!» Но люди слышали такие слова не раз, и поэтому бросились в укрытие, лишь когда батареи ПВО открыли огонь. Значит, люди просто забивались в щели, так называемые. Вот они вырывали себе такие вроде какие-то окопы, насколько это можно было еще сделать. Это было еще лето и осень, и просто прятались в щели. И уж кто там уцелеет. Воды, конечно, не было, пробраться к Волге за водой, все было разрушено, и, конечно, это был кромешный ад. Прятались где придется. Придется. Конечно, существовала система бомбежищ. В Советском Союзе не строили, как известно, ничего без бомбоубежищ. В Сталинграде они тоже были. Но, конечно, не рассчитывали, что туда придут гитлеровские войска. И, конечно, в городе спасаться было особенно некого. Немецкая бомбардировка Сталинграда 23 августа 1942 года одна из крупнейших трагедий городов в период Второй мировой войны. По своим масштабам и последствиям она сравнима с разрушением Дрездена авиации союзников в феврале 1945 года и американской атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Авиация Рихтгофена бомбила не только промышленные цели. Творилось нечто невообразимое. Фактически уничтожалось мирное население. Из района нефтехранилищ огромные султаны пламени взмывали к небу и обрушивали вниз море огня и горького едкого дыма. Потоки горящей нефти и бензина устремлялись к Волге. Горела поверхность реки, горели пароходы на Сталинградском рейде. Смачно чадил асфальт улицы тротуаров. Мгновенно, как спички, вспыхивали телеграфные столбы. Еременко. Командующий Сталинградским фронтом. Генерал-полковник Василевский, находившийся тогда под Сталинградом как представитель Ставки, вспоминает. В результате ожесточенной авиационной бомбардировки телефонно-телеграфная связь с Москвой 23 августа прервалась. Доклад о прорыве врага к Волге нами был передан Верховному главнокомандующему по райу. В нем говорилось о крайне серьезном положении, создавшемся у стен Сталинграда, о принимаемых нами мерах по обороне города и по ликвидации прорыва врага к Волге. В течение ночи на 24 августа проводная связь Сталинграда с Москвой огромными усилиями связистов была восстановлена. На деревянные дома юго-западной окраины обрушился град зажигательных бомб. Этот район выгорел до тла. Коробки многоэтажек, расположенные ближе к Волге, устояли, но перекрытия внутри обрушились. Здания в центре города либо рухнули, либо были объяты огнем. Сталинград после немецкой бомбардировки выглядит как макет, порушенный рукой вандала. Все приметы мирной жизни стерты. Людей нет, город как будто мертв. От зданий остались либо зияющие пустотами коробки, либо контуры фундамента. Сотни семей были заживо погремены под развалинами. Несчастные матери прижимали к груди мертвых младенцев, а дети пытались приподнять с земли тела убитых матерей. Ходить по такому городу невозможно. Груды, камни и щебня достигают 8 метров, завалив нижние этажи домов. На месте окон и дверей зияющие темные провалы. Все, что способно гореть, или горит, или уже сгорело. Дым пожаров стирает границу между ночью и днем, сокращая видимость до сотен, а иногда и десятков метров. Война плохо влияет на представление о человеческой жизни. В войне, особенно во Второй мировой войне, когда счет потерь шел на миллионы, никогда ни до, ни после этого не будет. Надеюсь. Цена человеческой жизни выглядит как не очень большая. Особенно, если это цена жизни врага, да и цена жизни своих людей. Потому что, да, смерть каждого человека – это трагедия. Говорят, когда умирают миллионы, это уже статистика. И, наверное, цинично говоря, это так. В июле и начале августа 1942 года руководство страны решало вопрос, как обеспечить продовольствием населения СССР после оккупации противникам сельскохозяйственного юга России. Через Сталинград непрерывным потоком перегонялся скот и техника, перевозился хлеб. На 4 августа на правом берегу Волги только в районе Дубровки переправы ожидали 50 тысяч голов скота. Честно говоря, про людей у нас все-таки всегда думали в последнюю очередь. И это было всегда и про солдат, и про мирное население, и эвакуацию, конечно, сначала не организовывали, не ожидали, потом уже все было поздно и так далее. И потом всегда, в первую очередь, всегда старались вывезти станки и машины. Вот эта жуткая паника на Волге, вот эта вот страшная бомбежка августовская, немецкая такая страшная бомбежка, когда вот отец говорит, что он никогда этого не забудет. Волга была красного цвета, он никогда не думал, что он это в жизни увидит, потому что на обреющем полете баржи и плоты, на которых переправляли люди, бомбили, и просто вот эти вот трупы, которые там плавали, и кровь в этой воде. Поэтому, честно говоря, он всегда говорил, что когда немцы говорят про Дрезден, когда немцы говорят про бомбежки, значит, и про все, при том абсолютном сочувствии, которое после войны вызывали, конечно, эти ненужные жертвы, мирные жители, и все, вот эта вот красная Волга, она вот навсегда этому 19-летнему мальчишке, который там стал военным инвалидом, запомнилась на всю жизнь. Дорогая моя супруга Катя и мои детки, трудно остаться в живых, так или иначе гибель нам здесь. Подогнал уже всех к реке Волги, что делать? Или топись, или убьет он нас на берегу. Возле Сталинграда Царицыно будет большая бойня. Меня вы домой не ждите, наверное, меня убьют, ибо идут сильные бои. Из письма сержанта Ивана Чичкова. Женщины детей решили эвакуировать лишь 24 августа. К этому моменту немецкой авиации были уничтожены все причалы. Людей вывозили на катерах и баркасах под взрывы бомб и артиллерийский огонь немцев. Так, санитарный пароход «Бородино» с 700 ранеными был расстрелян прямой наводкой. Спаслось лишь около 300 человек. А из 1200 человек, находившихся на корабле Иосиф Сталин, спаслось лишь 150. Положение наше ужасное. Мы погибаем. Вырваться отсюда нельзя, пути отрезаны. На Волгу немец бросил мину, и два пассажирских парохода потоплено. Сегодня сгорела баржа с нефтью. В общем, с жизнью придется распрощаться. Жалко детишек. Они веселые, беспечные и совершенно не готовы принять смерть. Из письма Марии Перельману. Сталинград, поселок Ворошилова, школа номер 14. Пока фашистская авиация бомбила Сталинград, 16-я танковая дивизия вермахта продвинулась на 25 километров вперед по степи, не встретив практически никакого сопротивления, если не считать столкновений с девушками-зенитчицами, недавними выпускницами военных училищ. Я уже не говорю о том, что они огонь наводили на себя. И это немцев поражало. Это девчонки молодые. Кстати, недавно я столкнулась с архивом, военным архивом, писем одной такой девочки, молоденькой университетской студентки, которая пишет родителям из-под Сталинграда. И она зенитчится. И она пишет, что все в порядке, не волнуйтесь, меня хорошо кормят, у меня все в порядке. Русские женщины – это настоящие солдаты в юбках. Они готовы сражаться по-настоящему и в ратном деле могут заткнуть за пояс многих мужчин. Из дневника Карла Майера «Сталинград. Август 1942 года». Роль женщин в войне, в Великой Отечественной войне, заключалась в том, что практически вся наша военная промышленность держалась на женщинах. Мужчины в огромной степени были в армии. А женщины стояли у станков, работали на опасных производствах, они производили вооружение. Родина-мать – это не только символ Родины, это и символ тех женщин, которые и кровь свою проливали, и по 20 часов стояли у станка, чтобы было чем стрелять. В 4 часа пополудни солдаты 16-й танковой дивизии подошли к «Волге». Не веря своим глазам, они смотрели на реку. Не прошло и суток, а они преодолели расстояние от «Дона» до «Волги». Опомнившись, танкисты доставали фотоаппараты. Такой снимок домой в Германию хотел отправить каждый. Великая русская река была достигнута. Мы смотрели на простирающуюся за «Волгой» степь. Отсюда лежал прямой путь в Азию. Я был потрясен. Из дневника Ульриха Ларри Гофсона. Стремительное продвижение немецкой армии не улучшало настроение советских солдат. Положение у нас крайне тяжелое, почти безвыходное. Так мы довоюемся, что и на Урале не задержимся. Из дневника майора Александра Антонова. Потери были просто такие, что отец командовал ротой и сколько раз выбивало половину состава. Все время менялся. Рота была как взвод. Взвод вообще, их по нескольку человек оставалось. Там же огромная шла текучка. Это просто даже не то слово. И вообще, шансы выжить там, конечно, если мы посмотрим на потери, значит, они были, конечно, очень небольшими. Сталин пришел в ярость, узнав о том, что немцы вышли к Волге. Хотя продвижение фрицев по степи, казалось, не вызывало у него излишнего раздражения. Обстановка угрожает гибелью страны, заявил он. Надо спасать родину от врага любыми средствами, любыми жертвами. Он обстоятельно объяснил свою позицию одному из генералов. Промедление недопустимо и теперь равносильно преступлению. Играло ли роль для Сталина или для Гитлера вот так сказать то, что этот город был назван именем Сталина, то, что этот Царицын был переименован в свое время Сталинград. Может быть, в каком-то отношении эта роль и играла. Я думаю, что играла психологическую роль, что это рассматривалось как некий последняя точка на Волге. И что скорее роль играла Волга, как символ. Можно достаточно определенно утверждать, что название населенного пункта оно не влияло на решение командования тем более высшего уровня. Здесь можно привести простой пример. Есть город Сталина. Тогда был город Сталина, ныне Донецк. Этот город оставили без всякого шума и без каких-то попыток его держать любой ценой, несмотря на то, что он носил имя Сталина. Поэтому Сталинград – это был город, оказавшийся в, можно сказать, сочленении целых стратегических линий. Что был Сталинград для немцев? Почему они пытались выбить Красную Армию из этого города? Они стремились столкнуть Красную Армию в Волгу, развернуться и нанести поражение Сталинградскому фронту, который досаждал им контрударами. Никто из немецких и российских военных не придавал прежде особого значения этому транспортному и промышленному центру, расположенному на правом берегу Волги. Якобы фюрер за счет захвата Сталинграда хотел всего лишь прикрыть восточный фланг своего наступления в направлении Кавказа. И только безумное решение Сталина защищать этот город до последнего солдата сделало его для Гитлера символической добычей, ради которой он пожертвовал целой армией. Сталин запретил минирование заводов, эвакуацию станков и вообще все те действия, которые можно было бы принять за негласное разрешение сдать Сталинград. Город было приказано защищать до последнего. Военный совет расклеил по всему Сталинграду агитационные плакаты следующего содержания. «Не отдадим родной город, превратим каждый район, каждый квартал, каждый дом в неприступную крепость». Это акт отчаяния, конечно, потому что вот отстоять любой ценой, вот этот вот так называемый «не шагу назад». И действительно в этот момент началась паника, и действительно началось бегство, и действительно пытались переправиться в этом аду, особенно вот когда вот эти вот страшные бомбежки, значит, пытались люди переправиться, так сказать, самостоятельно бежали, переправиться на другой берег Волги, и их там отстреливали. Германия тоже использовала зондеркоманды, которые выполняли функции загранотрядов, когда поняли, что их солдаты, особенно солдаты союзных Германии стран, бежали с поля боя. Город Сталинград выделился узкой полосой вдоль правого берега Волги. С юга-запада на северо-восток это около двух десятков километров, а с юга-востока на северо-запад в лучшем случае около четырех, а часто и меньше. Восточные окраины города почти вплотную подходят к высокому берегу, который резко обрывается у воды. Когда 23 августа немцы прервались к Волге, была создана Волжская военная флотилия под командованием капитана третьего ранга Лысенко. В ее состав вошли две каноневские лодки и пять бронекатеров, два из которых были оснащены реактивными минометными установками, поэтому их можно было использовать как батареи «Катюш». Сталинград вообще, он город необычный, он некомпактный, он в современный Волгоград растянулся вдоль Волги больше, чем на 40 километров. Это, как они говорят, чуть ли не самый длинный город на планете, который приплюснут к реке и который, ну, в общем-то, при некоторых перепадах высот, при существовании там Мамаева, Кургана и так далее, он все-таки расположен на достаточно ровной местности. И Волга, которая является, с одной стороны, и кормилицей, и источником поступления, там, снабжения, боеприпасов, через Волгу все шло. А с другой стороны, это рубеж. Там действительно, вот, ни шагу назад звучало в буквальном смысле, потому что там была Волга, дальше отступать уже было некуда. Мини-катера могли развивать скорость до 18 узлов. Это их спасало и делало своеобразные гвардии и снабжения войск в Сталинграде. На реке они были почти неуязвимы, а вот на суше при погрузке превращались в удобную для врага мишень сидящие утки для артиллерии противника. Что общего у Сталинграда и крыс? Такой вопрос, вероятно, многих поставил бы в тупик. Между тем, немцы в 42-м году называли бои в Сталинграде крысиной войной. Сегодня это словосочетание часто используют и историки. Крыса обладает удивительной способностью к выживанию в любых условиях, умением находить выход из самых сложных ситуаций, способностью избегать все расставленные смертельные ловушки. Столкнулись две ментальности под Сталинградом. С одной стороны, вот эта вот хорошо экипированная, организованная, дисциплинированная, достаточно сытая немецкая армия, которую подпирали союзники. И вот этот вот наш раздетый, необученный, голодный, еще голодный до того, как в армию попал, значит, вот этот вот, так сказать, наш солдатик. И даже это и для немцев было удивительно, как удалось вот всю эту вот эту вот массу, что, так сказать, она вся слиплась вот в этом городе, в такой вот кулак, который немцы прошибить, или вот в пальце этого кулака, если, который немцы прошибить не могли. И действительно, это в этом смысле, это было действительно некоторое чудо. Разница была именно в той поддержке, которую оказывала той и другой стране, тому и другому солдату артиллерия. Немецкий солдат, он на его путь в Сталинграде прокладывали тяжелыми орудиями, расстреливая колоссальное количество боеприпасов в день. Когда могло быть там 800 тонн боеприпасов расстреляно для того, чтобы провести один день боев в Сталинграде. А советский солдат вот этой поддержки не обладал. И если мы обратимся к мемуарам Воронов, которые говорят, а вот, задонская группировка артиллерии Сталинградского фронта, хорошо знакомая мне тяжелая орудия, мы смотрим документы, да не было там тяжелых орудий никаких в сентябре. Они появились только к ноябрю, и то в незначительных количествах. То есть вот той поддержки, которую обладал немецкий солдат со стороны германской артиллерии, со стороны крупповских пушек, советского солдата в Сталинграде, в том числе, прежде всего, в самом городе, не было. Бои в Сталинграде, по мнению немцев, велись непоправильно. Город день за днем превращался для них в сущий ад. Враг стал невидим. Бои шли везде. Среди обгоревших танков, цистерн, металлической арматуры и даже кроватей, в подвалах и тоннелях городской канализации. В любом месте могла обнаружиться засада. Противотанковые орудия били по танкам даже из подвалов. Каждый мечтает только об одном — жить и выжить. Это правда. Хотя, возможно, она кажется грубой и примитивной. Из письма Курта Шнайдера. Сталинград, 1942 год. Солдат с бочком питьевой воды немедленно расстреливался советским снайпером. Жажда заставляла пить грязную воду, что вело к тяжелым отравлениям и смерти. Опасаясь снайперов, немцы старались передвигаться ползком. В 12 часов снаряды стали ложиться совсем близко. Одно попадание у второго орудия. Унтер-офицер Маллингер вскрикивает и бежит к санитару. У него большой осколок в голове. Раненый в голову ефрейтор тот же умирает. Через пару минут опять падает снаряд. И в пяти метрах от меня страшно кричит ефрейтор Зауэркана. Но никто не вылезает из окопа, чтобы помочь ему. Опять творится такое, что нельзя и головы высунуть. Уже стреляют русские снайперы и пулеметчики. Из дневника унтер-офицера Аллы Захеймессера. Сталинград. 4 сентября 1942 года. Многоэтажный дом превращался в слоеный пирог. На верхнем этаже немцы, этажом ниже русские, на первом опять немцы. Разобраться, кто есть кто, было зачастую невозможно. Военная форма была покрыта густой серовато-коричневой пылью. Я побывал в тылу. Нельзя выразить, как это приятно. Можно ходить во весь рост, не опасаясь быть подстреленным снайпером. Впервые за 13 дней я умылся. Из дневника унтер-офицера Аллы Захеймессера. Сталинград. 10 сентября 1942 года. Не просто приходится даже авиации. Немецкие летчики во время бомбардировок путали своих и чужих. Не помогал даже флаг со свастикой, расстеленной на земле. Немецкие войска предприняли три крупных наступления на Сталинград. К концу сентября они смогли прорваться в южные кварталы города. К середине октября завязать бои в центре и на севере Сталинграда. К середине ноября советские войска удерживали отдельные плацдармы у Волги и соединяющие их к кромку правого берега реки. Советскому командованию на протяжении сентября, первой половины ноября 1942 года удалось, хотя и с огромным трудом удерживать под контролем общую военную ситуацию вокруг Сталинграда. Помогало не только беспрецедентное мужество бойцов, но и то, что Паулюс был вынужден удерживать значительные силы 6-й армии к северу и югу от города. Рост боевых потерь заставлял немецкое военное командование перебрасывать в город части и соединения, находившиеся далеко от Сталинграда. Ослабление противника на периферийном участке фронта в свою очередь развязывало руки советскому командованию, которое также начинало передислокацию войск. К сожалению, на начальном этапе Сталинградской битвы соотношение потерь советских войск и вермахта было крайне неблагоприятным. То есть соотношение потерь колебалось от 1 к 6 до 1 к 14 не в пользу Красной Армии. 1 к 14 это как раз Верден, который происходил к северу от Сталинграда. Там действительно соотношение потерь было совершенно удручающим, если смотреть, опять же, по донесениям той и другой стороны по первичным документам. И причина этого была в превосходстве немцев в артиллерии. Сталинградский маятник качался 2,5 месяца до переброски крупных советских резервов из глубины страны и перехода Красной Армии в контрнаступление. Безусловно, после того, как немцы начали прорываться к Сталинграду, Сталинграду, Сталинграду усилила и здорово усилила командный состав всех фронтов и вообще командный состав операций. Все-таки были очень авторитетные представители Сталинграду, которые осуществляли координирование. Верховным представителем Ставки Сталжуков, который в тот момент получил и статус заместителя главкома. Там на этом направлении работал Василевский, на этом направлении работал генерал Воронов, который, собственно, являлся одним из главных авторов контрнаступательных операций советских войск. Туда были брошены действительно лучшие силы командующих фронтов. Это Ватутин, это Еременко, это Рокоссовский. 19 сентября командующим 62-й армии назначают Василия Чуйкова. Про него говорили, что он генерал, который буквально воюет в белых перчатках. На самом деле никаких перчаток не было. Просто в дни обороны Сталинграда его мучила страшная экзема и руки были вечно перебинтованы. Он рассказывал, что это было только в Сталинграде. Какое-то обострение нервное, напряжение, и у него сразу начинали руки гореть, трещины, кровь. И санитарки, они уже знали, и всегда после боя или в передышках между боями поджидали отца с тазом марганцовки и свежими бинтами. Из воспоминаний Александра Чуйкова, сына Василия Чуйкова, командующего 62-й армией. Со сталинградских времен Чуйкова также называли генералом-штурмом. Именно он довел до совершенства известную еще в Первую мировую тактику штурмовых групп, тактику уличного боя, так пугавшую фашистов. 400 на 700 метров. Таков был размер советского плацдарма у сталинградского завода баррикады на самом берегу Волги. Бойцы называли его Остров Людникова по имени командира 138-й стрелковой дивизии полковника Ивана Ильича Людникова, возглавившего сопротивление врагу на этом клочке земли. Остров Людникова образовался 11 ноября, когда немцам удалось отрезать дивизию от основных сил 62-й армии. В течение последующих 40 дней остававшиеся на плацдарме успешно отражали все атаки противника. Сражаться приходилось в тяжелейших условиях. Летчики, мастера ночных рейдов на тихоходных по-2 пытались помочь защитникам баррикад. Они сбрасывали мешки с патронами сухарями, но уж до того была мала наша земля, что мешки падали за линии фронта в расположении неприятеля. Или в Волгу. А из тех мешков, что достались нам, мы извлекли патроны с изъянами. Они деформировались при ударе о землю. Из воспоминаний полковника Ивана Людникова. Тем не менее плацдарм продолжал жить и сражаться. Во второй половине декабря Людников и его бойцы смогли соединиться с главной группировкой советских войск в Сталинграде. Ожесточение уличных боев в Сталинграде непрерывно нарастало. Сражающихся нередко отделяло друг от друга уже не улица, не дом, а этаж, комната или проем в стене. Порой, когда в воздухе повисала тишина, можно было слышать напряженное дыхание противника и в ход шли ножи, клинки и даже кулаки. Советские бойцы старались максимально приблизиться к немецким позициям. Чуйков приказал сокращать нейтральные полосы до броска гранаты, чтобы авиация противника не могла бомбить без риска уничтожить собственные боевые порядки. Городских боев немцы по большей части до этого не вели. Они вели сражения на полях, в лесах, города сдавались. Либо в Европе городских боев по существу не было. Не было ни битвы за Париж, не было битвы за Амстердан, не было битвы за Брюссель, города сдавались. Такое прямое взаимодействие с противником это кошмар. Паулюс оказался в крайне сложном положении. Он вынужден был с одной стороны отражать советские наступления с севера, с другой стороны штурмовать город. И он сделал правильный выбор отражать удары свежих советских дивизий. Он поставил свои лучшие дивизии в отношении укомплектованности, в отношении количества тех людей, которые могли держать оружие. А худшие дивизии отправились штурмовать Сталинград. И в общем-то считалось, что они вполне справятся. И уже в сентябре говорилось о том, что полки, по существу представляющие собой усиленные батальоны под командованием своих командиров, то есть, можно сказать, седые полковники, вели в бой поедевшие батальоны, которые назывались полками. Такими средствами немцы пытались штурмовать Сталинград. Особый ужас у немцев вызывали налеты самолетов У-2. На расстоянии двигатель У-2 издавал звук, похожий на стрюк от швейной машинки. Подлетая к цели, пилот выключал мотор и планировал на цель безмолвно, словно хищная птица. Хотя У-2 брал бомбовый груз всего в 400 килограммов, эффект от таких налетов был потрясающим. Не спасала немцев и ночь. С наступлением темноты они стреляли во все, что шевелится, расходуя миллионы лишних патронов. Не могли разгадать, что означает запуск сигнальной ракеты. Будет атака или это очередная проверка нервов? Ночью ни на минуту не затихал гул моторов советских бомбардировщиков. Заснуть было невозможно. Не спавший несколько ночей немецкий солдат днем начинал воевать с призраками. Его боеспособность падала до нуля. Боже, почему ты покинул нас? Мы сражались 15 дней за один дом, используя минометы, гранаты, пулеметы и штыки. Уже на третий день в подвалах, на лестничных клетках и лестницах валялись трупы 54 моих убитых товарищей. Линия фронта проходит по коридору, разделяющему сгоревшие комнаты, по потолку между двумя этажами. Подкрепления подтягиваются из соседних домов по пожарным лестницам и дымоходам. С утра до ночи идет непрерывная борьба. С этажа на этаж с почерневшими от копоти лицами мы забрасываем друг друга гранатами в грохоте взрывов, клубах пыли и дыма, среди куч цемента, луж крови, обломков мебели и частей человеческих тел. Спросите любого солдата, что означает полчаса рукопашной схватки в таком бою и представьте себе, Сталинград, 80 дней и 80 ночей рукопашных боев. Длина улицы измеряется теперь не метрами, а трупами. Из письма немецкого лейтенанта 24-й танковой дивизии Тила Бекера. Волга без преувеличения это самостоятельный участник Сталинградской битвы. Она была для бойцов 62-й армии дорогой жизни. Дорога без берегов и даже без опоры под ногами и колесами связавшей правый берег с левым. На правом смертельные бои на последнем рубеже обороны. С левого приходит помощь. Люди, пища, оружие, боеприпасы. Немцы вплотную подошли к Волге. Они видели все, что происходило на волжских переправах. Они прострелили Волгу вдоль и поперек. Но через Волгу они не перешли. Волгу вдоль и поперек. Волгу вдоль и поперек. Волгу вдоль и поперек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова